8 мая отмечается народный праздник Марк-Ключник. Церковь отмечает 8 мая день Святого Марка. Однако в народе этот день больше знают как Бабий день. Считается, что именно сегодня все женщины приобретают особую небывалую силу и способности, которые помогают им соответствовать своей женской сути. В народе Святого Марка называли Ключником. За то, что по поверью он владеет ключами от дождей. Считалось, что с этого дня на небе появляется радуга. На Руси в этот день люди молились Святому Марку и просили, чтобы он не допустил засухи, которая может погубить всходы, и чтобы он не спаслал дождь, так необходимый в эту пору. Крестьяне смотрели в небо и говорили присказку о том, что три обильных дождя в мае дадут три года урожая. Также Святому Марку молились и при разных недугах о любви и мире супругов, о покровительстве семейного очага. По погоде этого дня определяли, каким будет год. Очень хорошо, если в этот день пойдет сильный дождь, это к достатку и плодородию. А вот если будет три дня подряд сильный дождь, то это вообще сулит очень благодатный год. Согласно народным поверьям, считается, что если искупаться под майским дождем, то можно избавиться от болезней и привлечь удачу в свою жизнь. Поэтому 8 мая они прячутся от дождя под зонтами и крышами. Согласно народным поверьям, считается, что женщины в Марка в день приобретают настоящую женскую силу. Слова матери сегодня способны сотворить чудо с ребенком и вылечить его от болезней. А слова жены могут принести мир в семью и крепкую любовь в брак. Достаточно в этот день просто говорить своим близким о своей любви, произносить теплые добрые слова, хвалить детей и пророчить только хорошие вещи. Согласно народным приметам, чтобы принести в дом мир и успех, женщины в этот день должны сделать специальный отвар из крапивы. Этим отваром нужно помыть в доме полы и окна, двери и все деревянные поверхности. Крапива очищает жилище от негативной энергетики, прогоняет любое зло и приносит успех и процветание. С Днем Святого Марка были связаны особые приметы на погоду и урожай. К примеру, ясный день сулил хороший урожай яровых. Если в этот день на небе была радуга, по ней предсказывали погоду. Низкая и пологая радуга сулила ненастную погоду, а крутая и высокая – хорошую погоду. 8 мая считался сильным магическим днем. Он был хорош для гадания и удачен для колдовства. Знахари в этот день занимались семейной и любовной магией. День также был удачен для поездок, для путешествий и командировок. Хорошо было начинать новые дела. Также в народе считалось, чтобы деньги потекли рекой, нужна была на Марка не отказывать себе ни в чем, купить любую понравившуюся вещь, не раздумывая. «Чем больше потратите, тем больше получите», – говорили в народе. Согласно народным поверьям, 8 мая следовало остерегаться, вмешиваться в чужие дела и чужую судьбу. Иначе своя могла пойти наперекосяк. Влюбленным в этот день не рекомендовалось строить планы на будущее. По народным приметам считается, если целый день идут кратковременные холодные дожди, будет мало меда. Если вечер теплый, а небо звездное, уродится хлеб. Если яблони не зацвели к 8 мая, то урожая не будет. По народным поверьям считается, что родившиеся 8 мая красотой особо не наделены, но своим умом и трудолюбием они могут привлечь к себе внимание. И носить таким людям следует аметист, как оберег. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok